Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас от лица муниципального автономного учреждения информационно-методического центра города Томска. Мы продолжаем вести наш профессиональный диалог о том, как работать с зеленой аксиомой. И моя сегодня задача сделать еще один небольшой шаг в понимании работы с укрупненной дидактической единицей зеленой аксиомы. И остановлюсь я только на одном моменте методика аналогий. При этом я все-таки напомню, в каком контексте мы работаем, понимая, что могут быть наши новые партнеры. Уважаемые коллеги, мы говорим о том, что у нас последние конкурсы, которые выставлены на нашем официальном сайте партнер Unitwin.net, посвящены работе с зеленой аксиомой. Пониманию, какой методический инструментарий может быть использован учителем на рабочем месте. И в том числе один из последних конкурсов, который был проведен, назывался «Зеленые аксиомы на занятиях». И у нас с вами есть на сайте moodle.mc.ru первая вводная консультация по данной теме. Давайте продолжим разговор в рамках, в том числе, конкурсных испытаний. Мы с вами, межрегиональное сетевое партнерство, учимся жить устойчиво в глобальном мире экологии, здоровья и безопасности. В основном мы с вами заключили соглашение до 2018 года. Мы будем их продлевать. У нас есть общие цели, связанные с сохранением природного и культурного наследия, зеленого потребления, межкультурными коммуникациями и включением молодежи в зеленую экономику страны. Нас с вами много. Теперь около 100 учреждений по всей Российской Федерации. Наша география сетевого партнерства растет. Для того, чтобы мы были в одном информационном поле, у нас есть замечательный сайт, глубокий, содержательный, партнер Unitwin.net, которого мы активно все пользуемся, а у нас есть мониторинг посещаемости нашего сайта. Есть еще обучающий сайт, на котором вы присутствуете, муду.мц.тонск.ру. Выставлены на площадке взаимодействия муниципальных методических служб все отчеты. И мы с вами можем посмотреть динамику нашей работы, как мы двигаемся от природоохранной функции экологического образования, от прикладного характера к пониманию, осмыслению работы с идеями устойчивого развития в рамках общего образования. Итак, уважаемые коллеги, это небольшое вступление для тех, кто впервые включился. И возвращаемся к зеленой аксиоме. Зеленая аксиома – укрупненная дидактическая единица, которая представляет собой мыслеобраз экологического императива, метафорический мыслеобраз экологического императива. То есть это единица, которая создана, работает на основе экологического императива. Табу запрета. Автор зеленой аксиомы – Елена Николаевна Дзитковская, научный руководитель нашего межрегионального сетевого партнерства. Мы говорили с вами много раз о том, что бывают различные формы предъявлений зеленой аксиомы. Для тех, кто нас слушает первый раз, напоминаю, что сами формулировки зеленой аксиомы бывают научными, педагогически адаптированными, развернутыми, многослойными. Но, тем не менее, можно конкретно познакомиться с формулировками зеленых аксиом в положении о конкурсе «Зеленые аксиомы на занятиях» на нашем сайте партнер Unitwin.net. Сегодня наша задача – говорить не столько про формулировки зеленых аксиом, не столько про формы предъявлений. Это может быть работа методического объединения или проблемно-творческой группы по формам предъявлений какой-либо зеленой аксиомы. Мы сегодня будем говорить о третьем этапе работы с зеленой аксиомой. У нас с вами концентрический принцип работы с зеленой аксиомой воплощается в трех кругах. Мы говорили о том, что первый круг – это знакомство с зеленой аксиомой в виде мультфильма, художественного полотна, фрагменты художественного произведения, инфографики, рисунка, событийной и содержательной фотографии. И что первый круг, первый этап работы предполагает традиционную, казалось бы, работу по содержанию мультфильма, пословицы, поговорка, инфографика, художественного полотна и так далее. Обсуждение, понимание смыслов, вложенных в данную форму предъявления и актуализацию имеющегося опыта и знания детей. Второй этап мы говорили о предмечивании зеленой аксиомы, поиск значений устойчивого развития в разных предметах. И конкурсные испытания показывают, что учителя достаточно хорошо стали искать, находить учебный материал разных предметов, откликающийся на смыслы зеленой аксиомы. И, конечно, уважаемые коллеги, самым сложным оказался третий круг, третий этап – это представление результатов работы, методика аналогий, ассоциаций, которая позволила бы выйти нам на правила, принципы действий, сформулированные самим ребенком. То есть мы говорим о том, что нам не нужны знания ради знаний и значения устойчивого развития, знания устойчивого развития. Нам не нужны ради знаний устойчивого развития. Нам очень важно, чтобы ребенок открыл для себя значение лично для меня и правила действий в свете идей устойчивого развития. И тогда возникает вопрос о том, какой можно использовать методический инструментарий для формирования личностных результатов, личностных метапредметных результатов. И мы с вами в наших книгах, вебинарах поэтапно рассматриваем методику то первого, то второго, то третьего круга реализации концентрического принципа работы зеленой аксиомы. Итак, уважаемые коллеги, мы говорим о том, что у нас уже собран какой-то предметный материал в зеленой аксиоме. Мы выбрали зеленую аксиому «Не раскачивать лодку конфликтами». На уроках посмотрели, какой предметный материал по истории, по математике, по географии, технологии, физической культуре и так далее. По всем абсолютно предметам список полностью открыт. Подходит, откликается предметный материал, учебный материал из разных предметов под данную зеленую аксиому. Провели такую большую работу, нанизали этот материал, у нас получилась такая ниточка с жемчужинками. Но нам очень важно, чтобы знания не оставались знаниями. Нам очень важно поработать с предметным учебным материалом тематической сборки под зеленую аксиому, под призмой зеленой аксиомы собранным. Теперь перевести его на уровень значения лично для меня. Этот инструментарий не единственный. Это как один из вариантов работы, уважаемые коллеги. Почему проводятся конкурсы? Поиск нашего методического инструментария, который приемлем был для нашего, для вашего учреждения, для профессиональной личностных качеств конкретного учителя. Поэтому это не панацея, не единственная дорога, о которой мы говорим сейчас. Это один из вариантов методического инструментария, который может быть использован, дорощен, развит в рамках своей практики. Итак, личная аналогия. Будем говорить на уровне, начинать на уровне дошкольного образования. Наш вебинар сегодня еще интересен тем, что мы попробуем показать динамику методического инструментария и на уровне начальной школы, и основной. Итак, личная аналогия. Предполагает превращение незнакомого в знакомое. Это очень важно, потому что личная аналогия, по сути дела, является хорошо отработанная, является основой для удачной, прямой и особенно символической аналогии. Личная аналогия предполагает задание типа «Представьте, что вы оказались сейчас конкретно где?» Что вы видите вокруг себя? Вы в центре событий. То есть вы в гуще, в центре событий. Разместить туда ребенка, но пока только на уровне конкретизации, детализации, когда он понимает, что он часть этого изучаемого материала. И еще раз прошу обратить внимание. При всей простоте личная аналогия играет очень большую роль. Если вопросы учителя и беседа в рамках личной аналогии, задания в рамках личной аналогии сформулированы достаточно правильно, то символическая аналогия будет проходить очень легко. Хотя сама по себе этот уровень аналогий, казалось бы, достаточно сложен. Итак, прямая аналогия, следующий круг аналогий – это активизация памяти ребенка, поиск аналогий и выявление в его опыте или в его жизни подобий. Здесь могут работать задания типа «С чем можно сравнить?», «Что вы делаете так же?», «На что это похоже?». Про личную аналогию забыла сказать, что вариант личной аналогии – это художественные фильмы, «Мы из будущего» или «Дорогая, я уменьшил своих детей» – такой достаточно пример распространенной личной аналогии. И, наконец, символическая аналогия. Обычно требует сформулировать в двух словах, в фразе суть явления. Это придумывание образа, символа. Причем это может быть придумывание не только картинки, названия, это может быть и другие аналогии типа цветовой аналогии. Зависит все от контекста урока учебного занятия. Коллеги, нужно отметить, что все три аналогии тесно связаны между собой. И предполагаю такое движение от личной аналогии к символической аналогии. Итак, дошкольное образование, как это может выглядеть на, например, непрерывно-непосредственной образовательной деятельности, сейчас она называется «Непосредственно образовательной деятельности» в дошкольном учреждении. Сказка «Теремок» как форма предъявления зеленой аксиомы. Мы работаем со сказкой в рамках, извините, в рамках традиционных заданий со смыслом сказки. Мы ее или играем в театрализованную деятельность, мы ее читаем, озвучиваем, проигрываем, задаем детям вопросы на понимание сути сказки, мы отрабатываем полностью смысл сказки. И затем по итогам работы мы можем выйти на такие, на круги аналогии. Первый круг – личная аналогия. Предлагаем ребятишкам поместить себя в гущу событий. Представь, что ты появился в теремке до появления медведя. Почему до появления медведя? Потому что если, когда появился медведь, был конфликт, скандал, теремок был разрушен, то понятно, что у учителя будут задачи, связанные с противоречиями, конфликтами личностного характера. И следу появления медведя – это может быть другое содержание работы учителя. И мы предлагаем конкретизировать и детализировать, где находится ребенок. Где ты сейчас сидишь? Чистенько в теремке? Кого ты видишь? Кто уже есть в теремке? Что они делают? Как вы видите, я и картинку подобрала, ту, которая говорит о том, что делают наши животные, наши герои в сказке «Теремок». На уточнение, на понимание, вопросы, которые нам помогут с вами выйти на символическую аналогию. На символическую, извините, аналогию. Что они делают? Каждый выполняет свои функции. Один воду носит, другой пироги печет, третий музыку играет. И, конечно, здесь можно будет выйти на символическую аналогию, что у каждого есть свои функции, свои предназначения, каждому есть место и возможность заботиться друг от друга. Друг о друге. И на уточнение, в теремке вопрос. В теремке неуютно? Ругаются или по-доброму? Мирно все разговаривают. Ну и можно как фантазийный немножко момент. А если дождь шумит на улице, ветер гудит. В теремке страшно? Почему такие вопросы? Давайте посмотрим. Очень важно не поселить ребенка в виде зайки или лягушки в теремке, чтобы он видел субъективно и фантазировал, и придумывал свою сказку. Мы с воспитателями, когда проигрывали личную аналогию, они зачастую так и давали задание. Представь, что ты мышка. Что ты делаешь? Что ты видишь? И понятно, когда мы отвечали на этот вопрос глазами детей, пытались ответить, то мы сочиняли новую сказку, потому что появлялся новый герой, это ребенок. И фантазию уводило далеко. А нам очень важно быть в рамках этой сказки. Тогда мы предполагаем, что может быть ты невидимка, может быть ты невидим, и ты не можешь ни разговаривать ни с кем, и можешь никому помочь, но ты можешь со всеми наблюдать, ты можешь со всеми все видеть, все слышать. И тогда вот эта позиция конкретизации, невмешательства, при невмешательстве сказки, она замечательно срабатывает. И для нас очень важно подчеркнуть в вопросах личной аналогии. Чистенько в теремке, каждый делает свою работу, и тогда появляются возможные символы того, как эта работа выглядит. Ну, например, посмотрите, здесь есть ведра у лягушки. Ведро, она несет воду. Кому несет? Для чего несет? Зачем она это делает? У зайки есть балалайка. А почему? Для кого играет? И когда появляется в нашей игре с воспитателями проигрывание личной аналогии слово забота, они все заботятся друг о друге. И мы пришли к выводу, что необходимо раскрыть, что значит заботиться. Как заботится лягушка о других? Как заботится зайка о других? И у нас появился на работе нашей группе образ булочки. Булочка, символ булочки, это символ заботы друг о друга, когда каждый выполняет свою работу и для того, чтобы всем было хорошо, чистенько, уютненько, сытненько и так далее. Разворачивается здесь первая аналогия. Другая аналогия. Неуютно или по-доброму? Есть ли у каждого свой стульчик? Что ты видишь? Своя ложка, свое окошко. Обратите внимание, если мы вернемся к предыдущему слайду, то на самом деле окон очень много у теремка. И в каждом окошечке по герою. И это очень важно, потому что каждому в доме есть место. И наш методист по дошкольному образованию, Татьяна Владимировна Казадаева, предложила, а давайте мы в этом месте, ребятишкам, не объясняя, а ведя их к правилам действий, мы предложим им вспомнить игру или проиграть игру, третий лишний. И провести небольшую рефлексию. А как ты себя чувствовал, когда стульчика тебе не хватало? И здесь-то аналогия со сказкой «Достаточно места всем, даже медведю, и у каждого есть свое место, и каждому в доме рады». И, конечно, очень важно здесь сказать о том, что аналогии уже закладываются символические, вот в рамках личной аналогии. Само задание, сама беседа, она не носит назидательный характер, или воспитатель не объясняет полностью, что в теремке и как живут, но он выводит ребятишек на их открытие, когда они сами открывают, что оказывается у них там. Как? Зачем? Почему? И им помогают во время беседы личной аналогии. Эта беседа построена, наверное, короче, чем я объясняю, по времени. Но во время личных аналогий возникают образы-символы. То есть, давайте посмотрим, у нас с вами во время разговора с детьми могут появиться символы, образы, которые мы закрепляем, которые дальше нам помогут. Это, может быть, знаки, которые подскажут нам, какой теремок, в котором мы побывали. Итак, солнышко, подводим итог. Никто не ругается, а если ругается, помирились и вместе справились с проблемой. Стульчик. Всем в доме есть место. Никто не лишний. Даже медведь. И всем-всем нужно место в этом домике. Тук-тук. Кто в тереме живет? Мы с ребятишками начинаем в этом моменте с этим работать. Гулочка. В доме стряпают, варят, моют, работают. Всех ждут. Всем рады. Заботятся друг о друге. Выполняют каждый свою работу. Коллеги, почему очень важно закрепить знаками? Потому что в итоге работы, когда будут формулироваться правила действия ребенка, каждый знак будет нести свое содержание и свою подсказку. Итак, прямая аналогия может быть различной. Сколько групп работало у нас, столько было вариантов аналогий. На слайде представлены самые простые аналогии. Зоопарк. Если ребятишки деревенские, то это дома есть или стайка, или хлев, или кошка, собака домашняя, питомник, если есть в населенном пункте питомник. Может быть, у нас пошла аналогия с семьей. Но здесь мы говорим, работать нужно аккуратно. Мы понимаем, что воспитанники наших из разных семей. И, конечно, необходимо работать с группой. Группа похожа на теремок и признаки. По каким признакам? А мы с вами все признаки уже сосредоточили в подсказках. И у нас во время обсуждения прямая аналогия с группой есть возможность эти подсказки доработать, наполнить конкретикой жизни группы, жизни воспитанников. Итак, когда отработан этот блок, у нас есть замечательная возможность выйти на символическую аналогию. Казалось бы, у нас уже закреплены знаки. И зачем на нее еще выходить? Давайте посмотрим, что можно здесь еще использовать. Мы можем поработать с ребятишками над самим словом теремок. Посмотрите, что такое теремок? Почему дом называется теремок? Мы рассматриваем его на картинке, на рисунке и предлагаем ребятишкам посмотреть вообще, как выглядит теремок? Извините, всплывающие ссылочки сделали, не работают. Вот мы нашли несколько фотографий с изображением теремка и предлагаем понаблюдать. Вот эти все дома называются теремом. Почему они называются теремом? Посмотрите, какие это дома? Ребятишки, безусловно, быстро говорят о том, что это красивые дома, о том, что у них очень много украшений, очень много разных вариантов крыш, окошек, резьбы. И тогда мы с вами, уважаемые коллеги, возвращаемся к тому, что это оказывается жилое помещение, да, это дом, но верхней части дома или дом в виде башенки. И тогда мы говорим, а какой тогда получается этот дом? Красивый. А почему он красивый? Для кого он красивый? почему дом, можно же просто построить обычный дом, вот если многоэтажей, как он называется, многоэтажка, а если особняком стоит особняк, да, дом, почему вот именно такие строятся дома? Как вы думаете? Возможность подарить радость задумка мастера, архитектора, строителя, и тогда, уважаемые коллеги, у нас появляется для кого, зачем? Дом разные варианты, дом радости, дом счастья, дом для того, чтобы люди, живущие в нем, звери, герои, живущие в нем, были счастливы. и появляется общий образ. Благодаря красоте и вот такой вот символическому значению теремка появляется общий образ счастья, радость, забота и расшифровка этого образа. Получается, это не просто дом, терем, а какой дом? Зачем строили такие дома? Вопросы обозначила на слайде. Чтобы радовать, чтобы было красиво, значит, терем сказки это дом, в котором живет счастье, радость. Тут могут быть разные варианты. И мы возвращаемся к символической аналогии. Для нас очень важно, чтобы ребятишки проговорили, вспомнили содержание, что значит солнышко, закрепленные у нас знаки. Что значит стульчик, что значит булочка? Может быть, это у вас будет ведерко или свой знак? И проговаривая, так или иначе, мы подходим к формулировке правил счастья, радости в доме, в теремке и в нашем доме. И нам очень важно, чтобы эти знаки, пока еще оторваны от ребенка, немножечко привлеченные к его жизни в рамках прямой аналогии в группе, нам очень важно, чтобы эти знаки заработали уже по отношению к каждому ребенку, к его личным правилам. Тогда солнышко, возвращаемся, что это? И тогда я для того, чтобы в моем доме было солнышко или был дом счастья, что могу сделать? И вспоминаем, что солнышко. Я могу не ругаться, я могу, но здесь очень важно не помогать, открытые подсказки от воспитателя не должны поступать, они должны быть заложены эти подсказки в предыдущих работах, в прямой и личной аналогиях. И правило счастья, вы не поверите, когда мы отрабатывали замечательной группой из города Кемеровской области с дошкольными учреждениями, оказалось, что самое сложное это сформулировать правила счастья в доме на уровне имеющихся образов символов, когда мы начали перелагать на я и конкретизировать, что я конкретно, нам нужны же операциональные правила счастья, которые будут для ребенка правилом его маленьких действий, поступков, и нам не нужны общие фразы. И оказалось очень сложно, вплоть до того, что работая с воспитателями, мы в одну из групп перевели это потом, ну давайте попробуем сформулировать для себя правила действий, правила счастья в доме. Вот я, допустим, например, Мария Ивановна, я и оказалось на самом деле очень сложно переводить в эту нишу, если предварительная личная прямая аналогия не позволяет выйти на операциональные вещи. Воспитатели задали вопрос, а когда же мы все это успеем, вы так много рассказали про эти аналогии, сколько же нам нужно времени. Уважаемые коллеги, я думаю, что рассказывая о методическом инструментарии и о том, что предполагается в порождении значений лично для меня, мы очень много уделяем внимания многим аспектам. На самом деле явно, что хорошо отработанная личная аналогия, она сразу будет связана с прямой и символической, и не будет такого четкого деления, что вот эти только вопросы на личную аналогию, вот эти только напрямую, а вот эти на символическую. Явно будет мощная перекличка и наша задача, отработав хорошо, глубоко содержание сказки, приблизив к ребенку незнакомую ситуацию, сделав ее своей родной знакомой, перейти к формулировке правил, принципов действий. И эти принципы действий явно зависят от того, какие противоречия в основу своей работы возьмет воспитатель, учитель. Если учитель или воспитатель будет говорить о человеке и отношении его с вечным миром, то здесь будет одно содержание. Если человек человек другое, человек может быть природа третья, а если учесть еще, что у нас есть эти противоречия сформулированные Еленой Николаевной Зитковской, и явно, что в контексте разных противоречий, разных содержательных ниш, наполнение аналогии будет различным. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами говорили о работе с зеленой аксиомой, мы говорили о том, что есть концентрический принцип, сначала мы говорили о малом круге, что мы знакомимся с зеленой аксиомой, форму выбираем предъявление зеленой аксиомы и актуализируем имеющееся знание и опыт. Затем мы опредмечиваем зеленую аксиому, идем в урок, идем в параграф, в учебник, выбираем какие-либо или абзац, или понятия, или факты, или события из учебника, которые так или иначе перекликаются с зеленой аксиомой по смыслам. Затем нам важно то, что мы собрали на уроках, перевести на уровень личностных результатов. И нам очень важно, чтобы эти предметные знания заработали в свете идей устойчивого развития. И зеленая аксиома позволяет нам в большом круге работы выйти на формулировку нравственных императивов. принципов действий для устойчивого развития, вытекающих из полученной информации. И, конечно, определение значимости для себя, семьи, малой родины, окружающего мира. Что я сейчас сделала? Я так, как работала в рамках дошкольного образования, у меня не прозвучало опредмечивание. по сути дела, мы отработали с вами третий большой круг, выход назначения лично для меня. Поэтому мы решили построить работу следующим образом. Следующий выступающий в рамках нашего вебинара Анна Константиновна Зобина расскажет о работе по трем кругам аналогий на уровне начального образования и основного общего. Поэтому, уважаемые коллеги, я завершаю свою работу. Напоминаю вам, что для понимания новой модели экологического образования школьников, о том, что это социоприродный характер экологического образования и методические инструментарий. Соответственно, у образования для устойчивого развития должна быть проведена ревизия методического инструментария и выбраны те, которые позволяют работать в хорошей гармонии на предметные запятая метапредметные запятая личностные результаты. Когда предметные результаты не преобладают над личностными метапредметными в ущерб двум последним. И в то же время, когда личностные и метапредметные результаты формируются на базе предметного содержания образования, имеющегося и без дополнительной нагрузки, без дополнительного привлечения какого-то учебного материала. вот такие есть онлайн курсы, которые нам позволят начать диалог с теоретической и методологической основы. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы с вами понемногу двигаемся и надеемся на то, что в следующем году в рамках нашего соглашения будут школы и детские сады, которые расскажут о применении данного методического инструментария в конкретной работе на практике. Всего вам доброго. Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать участников вебинара от имени информационно-методического центра города Томска. Сегодня мы с вами продолжим разговор о зеленой аксиоме в образовательном процессе начального общего образования и основного общего образования. Позволю себе напомнить, что работа в рамках выполнения плана соглашения партнерства по устойчивому образованию она у нас происходит на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования с учетом поручения, которое было дано правительством Российской Федерации. На слайде вы видите выдержки из данного поручения, которые нам четко задали ориентир деятельности до 2025 года. Под буквой А мы видим цитату, которая нам говорит, что ключевая глобальная цель перехода России к модели экологически устойчивого развития. и вторая составляющая цитаты ориентирована на нас, на педагогических работников образовательных учреждений, на работников методических служб, которая нам говорит о том, что в требованиях федеральных государственных стандартах будут включены не только базовые знания в области охраны окружающей среды, но и по направлению образования для устойчивого развития. Прошу прощения. Что значит это для образовательных учреждений? А это значит, что выполняя поручения правительства и обеспечивая достижение планируемых результатов федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования, нам нужно будет сформировать у обучающихся новое мышление, а именно научить их выявлять связи глобального мира, находить причины и следствия происходящего в плоскости прошлого, настоящего, будущего, взаимосвязи социальных, экологических, экономических сторон, научить их видеть эти проблемы от личностных до локальных, региональных и затем глобальных масштабов. Как это происходит в плоскости образования для устойчивого развития? Здесь отдельно взятый предмет, как это уже было в практике педагогического образования в прошедшие годы, не обеспечит реализацию идей образования для устойчивого развития. Поэтому речь идет не об отдельном предмете, а о неком таком векторе всеобщего образования. То есть нужен новый педагогический инструментарий, который позволит сделать такую смысловую сшивку содержания образования и сформировать у обучающихся трехмерное мышление. изменение. И это же конечно речь идет о таком педагогическом инструментарии, как зеленые аксиомы. На слайде вы видите представленные шесть зеленых аксион, которые мы используем в своей педагогической практике. Они представлены как фотографиями, так рисунками и инфографикой с краткой формулировкой смыслов зеленых аксиом. Еще раз хочу напомнить, что на один учебный год педагогический коллектив любого образовательного учреждения или уровня образования выбирает себе только одну зеленую аксиому, над которой и работает в течение целого учебного года. Выбрав зеленую аксиому, нужно еще с педагогами проговорить форму предъявления зеленая аксиома. Они на слайде представлены, о них уже говорила Века Вадимовна, могут быть совершенно разные жанры, все будет зависеть от возраста, от уровня образования, для которого предназначена эта форма предъявления. чем чем же тогда будет отличаться содержание экологического образования для устойчивого развития на каждом уровне. И на слайде вы видите, что будет отличаться ключевыми понятиями. В начальной школе это правила экологической безопасности, экологическая культура, и мы понимаем, что ребенок у нас осваивает с помощью метапредметных умений разные способы деятельности, которые ему позволяют разрешать в том числе и экологические проблемы. Если посмотрим в правый столбик, то мы увидим на уровне основного общего образования в пятых-девятых классах, чтобы освоить это содержание образования, нужно будет осуществлять его на основе экологической познавательной модели. В чем еще отличие? Отличие в ключевых противоречиях. Всего ключевых противоречий пять групп. Здесь на слайде представлены красным цветом противоречия из ценностного компонента. Почему именно ценностный компонент выделен красным цветом. Он является основополагающим для того, чтобы можно было сформировать у ребенка личностные смыслы и способы деятельности в рамках работы над выбранной вами зеленой аксиомой. Сегодня, коллеги, мы с вами продолжим разговор о том, каким образом можно найти место зеленой аксиомы в предметном материале, чтобы это не получился какой-то ненужный материал, либо перегрузка для обучающихся. Я вам хочу напомнить, что у нас существует по технологии три круга работы зеленой аксиомы, которые предполагают прям конкретно по шагам с вами давайте сформулируем. Первое. Мы определили, какую из шести зеленых аксиом выбрали для работы в текущем учебном году. Следующий шаг. Нужно решить, где и каким образом будет представлена эта зеленая аксиома, то есть введена в образовательный процесс. Это может быть сделано в рамках классного часа, в рамках курса внеурочной деятельности, любого мероприятия по воспитательной работе, в рамках какого-то ученического сообщества или заседания клубного характера. То есть здесь выбор ваш будет зависеть от тех условий и возможностей, которые имеются в вашем образовательном учреждении. В малом круге вы работаете именно со смыслами зеленой аксиомы. В среднем круге начинается поиск новых областей действия зеленой аксиомы, где она находится вокруг нас, в окружающей жизни, в быту, в предмете. И сегодня мы с вами более подробно будем говорить о работе с зеленой аксиомой на большом круге, когда происходит процесс опредмечивания значения зеленой аксиомы. То есть мы нашли место зеленой аксиомы для конкретного предмета. И не только для предмета. Прямо определили параграф. Если это параграф значительно большой по объему, то следует определить прямо конкретную страницу, абзац, возможно даже предложение или фразу для того, чтобы работать с предмечиванием зеленой аксиомы. Мы с вами будем рассматривать одну и ту же зеленую аксиому на уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования, которые будут у нас основываться на разных противоречиях. В целом, если представить эту работу системно, получится у педагога всего четыре шага. Первый шаг я вам уже проговорила, это подбор фрагмента изучаемого на уроке учебного материала, который созвучен смыслу нашей зеленой аксиомы. Следующий нам нужно подобрать соответствующий жанр, которым мы хотим представить зеленую аксиому. это может быть мультипликационный фильм, другие перечисленные жанры на слайде. Мультипликационные фильмы совершенно разные по содержанию, сложности, своеобразны по жанру предъявления, поэтому, как ни странно, они могут быть использованы не только в начальной школе, но и даже в старших классах, если носят какой-то такой философский, я бы сказала, характер. На третьем шаге начинается самая, пожалуй, сложная деятельность для педагогического работника, потому что нужно найти эти точки приложения зеленой аксиомы, и сложность заключается в подборе, в формулировке, в придумывании заданий, вопросов, включения метода аналогии для этого в работу с зеленой аксиомой. И шаг четвертый, он завершающий, он самый важный, ради него строится вся работа с зеленой аксиомой, он у нас выходит на момент, когда обучающиеся именно для себя формулируют способы деятельности, и это самое важное в работе с зеленой аксиомой. Итак, мы приступаем с вами к рассмотрению зеленой аксиомы, ее предмечивание на примере начальной школы. Я взяла фрагмент из параграфа учебника окружающего мира, третий класс, автор Плешаков, и зеленая аксиома считать и экономить ресурсы, искать смыслы жизни, не в потребительстве. Итак, первый уровень опредмечивания это обязательная работа с текстом. Посмотрите, пожалуйста, на слайде представлены примерные задания, с помощью которых вы можете включить детей в ознакомление с текстом. В зависимости от возраста, от уровня образования они могут быть совершенно разные, но формулируя эти вопросы и придумывая задания для обучающихся важно очень помнить в какой плоскости противоречия вы будете работать со смыслом зеленой аксиомы. Если вы обратили внимание, то у нас зеленая аксиома, формулировка зеленой аксиомы состоит как бы из двух составляющих. Первая часть считать экономить ресурсы и вторая часть искать смыслы жизни не в потребительстве. Поэтому важно все время педагогу держать в голове вот это направление анализа. А также ключевое противоречие для начальной школы в рамках этой зеленой аксиомы будет лежать противоречие хочу нельзя как ключевое. Итак коллеги фрагмент фараграфа окружающего мира представлен на слайде я вам его прочитаю для живых организмов вода имеет огромное значение мы уже знаем что она входит в состав живых организмов любой организм постоянно расходует воду и нуждается в ее пополнении поэтому вода необходима всем растениям и животным человеку в сутки требуется более двух литров воды часть он выпивает а часть содержится в пище для многих организмов вода природный дом это разнообразные обитатели соленых и пресных вод от крошечной водоросли которую можно увидеть только под микроскопом до огромного кита велико значение воды в хозяйственной жизни человека она используется в быту и на предприятиях например для того чтобы получить тонну стали необходимо израсходовать 150 тонн воды что можно предложить для работы с детьми первое о чем никогда нельзя забывать постоянно нужно помнить работая с любым текстом это конечно же после первого прочтения спросить у детей о чем этот учебный материал о чем этот текст первичная проверка восприятия текста далее ко вторичному чтению можно предложить задание придумайте по 5 вопросов к тексту если вы считаете что это достаточно большое количество для обучающихся вашего класса тогда предложите им придумать вопросов 2-3 дальше конечно нужно же проверить что придумали дети можно организовать такую активную форму проверки разделиться на команды одна команда задает придуманные вопросы другая команда отвечает либо делать это в группах или в парах следующее задание это придумать для детей задания с режимом дня режим дня это у нас программный материал окружающего окружающего мира они знакомы с ним но обратите внимание мы им предлагаем не просто еще раз проанализировать свой режим дня а предложить им для работы такие задания чтобы они конкретно бы осознавали как в каждый момент времени который обозначен в режиме дня происходит использование ими или домашними там животными растениями членами семьи потребления воды и сколько примерно расходуется этой воды в день одинаковые ли получаются расходы допустим в понедельник и в субботние дни вот на следующем слайде вы видите режим дня можно эту работу организовать в группе или в паре можно провести ее фронтально смотрите да от возможностей времени от возможностей обучающихся как это можно сделать но суть работы будет следующая начинаем прямо по порядку подъем зарядка в 7 часов у кого-то это другое время все это можно обсудить либо оставить без четко обозначенного времени чтобы они вписали собственное время как они привыкли по режиму дня жить и дальше просто рассуждаем так первый у нас подъем зарядка требуется ли нам здесь вода нет не требуется конечно скажут дети гигиенические процедуры нужна вода да что мы будем делать будем мы умываться кто-то еще у нас умывается утром и дети начнут перечислять это конечно члены семьи папа мама бабушка может быть там сестренки братишки может быть еще что-то утром они делают в этот период где тоже тратится вода завтрак а для того чтобы позавтракать требуется вода конечно скажут дети это и чай да даже если они назовут сок молоко все равно вода здесь востребована потому что понятно что корова у нас дает молоко но корова тоже потребляет воду дорога в школу чаще всего дети говорят да нет здесь наверное воды не нужно мы же едем на автобусе или мы идем идем пешком ну даже если мы едем на каком-то общественном транспорте там в радиаторе тоже вода и это значит что мы опять потребляем эту воду кто-то берет с собой бутылочку воды потому что нужно да по медицинским там показаниям пребывание в школе то есть вот по каждому расписанному часу нужно выявить и проанализировать да максимум действий во время которых происходит как раз таки использование воды после того как мы детально проработали режим дня выявили все моменты потребления воды примерно сориентировались какое количество воды мы потребляем включая любимцев наших семейных комнатные растения и другие бытовые какие-то потребности примерно уже дети представляют какое количество воды они расходуют вместе с семьей за один день теперь обратите внимание пожалуйста на следующее задание которое мы предлагаем для работы представить что семья осталась без пресной воды на целый день что произойдет если очень сложно дети отвечают на поставленный вопрос можно снова вернуться к режиму дня и также по каждому моменту с ними провести беседу и анализ где возможно замена пресной воды соленой водой и что будет если вообще никакой воды не будет следующее мы постепенно у ребенка формируем понимание что вода образно говоря она необходима буквально на каждом шагу который мы делаем в течение учебного времени в течение целого дня и также и нашим близким и родным включая наших малых друзей питомцев животных птиц и так далее следующее задание уже требует наблюдения для того чтобы ребенок начал осознавать потерю воды когда мы неплотно закрываем кран забыли его закрыть когда мы нерационально используем кран даже когда помогаем маме посуду и так далее понаблюдать обратите внимание за членами своей семьи потому что может быть вариант когда дети начнут вам рассказывать что вот я открыл кран набрал воду в стакан или в чайник посмотрел сколько это будет времени а потом просто вылил и получается что вместо того чтобы привести ребенка к мысли о рациональном потреблении мы вот таким неправильно организованным наблюдением наоборот способствовали тому что он потратил воду по пусту переходим к третьему заданию понаблюдайте сколько раз вы забывали не закрывали вовремя воду сколько примерно воды вылилось и зря потому что мы уже понаблюдали мы знаем посекундно поминутно подумать может быть поискать поговорите с мамой с папой с бабушкой со своими друзьями куда можно было потратить эту воду сколько ее требуется для жизнедеятельности животных например для бытовых нужд и так далее теперь мы делаем такой мостик своеобразный перехода от работы с текстом который мы проработали достаточно очень глубоко и содержательно и несмотря на то что мы работали на смысл зеленой аксиомы после такой организации у нас дети параграф изучат гораздо более глубоко и осознанно чем бы это было в традиционном понимании переходим к личной аналогии здесь конечно нам помогут различные жанры мы будем использовать мультипликационные фильмы это не значит что в работу нужно брать именно только те мультфильмы которые сегодня будут озвучены нужно и можно искать другие мультипликационные фильмы использовать сказки там пословицы поговорки какие-то научные данные факты и так далее можно использовать абсолютно любой материал который вам позволит раскрыть смысл зеленой аксиомы мы обратимся с вами к мультипликационному фильму который называется глиняный парень после просмотра мультипликационного фильма предлагаются для работы обучающимся вот такие вот задания перечислить поступки глиняного парня дать оценку этим поступкам подумать как он вел себя по отношению к другим окружающим его людям как к нему относились близкие люди выбрать положительные отрицательные черты героя подумать вот дед с бабушкой мечтали о сыне вылепили себе сына так они считали а что значит на самом деле быть сыном или дочерью а получилось ли у глиняного парня стать сыном как вы думаете за что он наказал глиняного парня козел а может быть он его не наказал могут быть совершенно разные мнения сейчас я вам предлагаю посмотреть этот мультфильм и попробовать ответить на поставленные вопросы здравствуй солнышко давай с тобой вместе почитаем русскую народную сказку глиняный парень жили жили были старик да старуха не было у них детей старуха и говорит старик вылепи из глины паренька будто и сын будет старик вылепил из глины паренька положили его на печку сушить высох парень и стал просить есть дай бабка молока кадушечку да хлеба микушечку принесла ему старуха это а он все съел и опять просит есть хочу есть хочу нечего ему больше дать глиняный парень соскочил с печки и съел бабку с прялкой и дедку с клюшкой и пошел на улицу идет навстречу бык глиняный парень и говорит ему съел я хлеба пять мякушек молока пять кадушек бабку с прялкой дедку с клюшкой и тебя бык съем да и съел быка идет дальше навстречу дроворубы с топорами глиняный парень и говорит съел я хлеба пять мякушек молока пять кадушек бабку с прялкой дедку с клюшкой быка с рогами и вас всех съем и съел дроворубов с топорами идет дальше навстречу ему мужики с косами да бабы с граблями глиняный парень им говорит съел я хлеба пять мякушек молока пять кадушек бабку с прялкой дедку с клюшкой быка с рогами дроворубов с топорами и вас всех съем съел мужиков с косами да баб с граблями и дальше пошел встретил глиняный парень козла и говорит съел я хлеба пять мякушек молока пять кадушек бабку с прялкой дедку с клюшкой быка с рогами дроворубов с топорами мужиков с косами баб с граблями и тебя козел съем а козел ему говорит да ты не трудись стань под горку а я стану на горку разбегусь да тебе в рот и прыгну стал глиняный парень под горку а козел разбежался с горы да рогами в брюхо как ударит тут и рассыпался глиняный парень и вышли из брюха бабка с прялкой детка с клюшкой бык с рогами дроворубы с топорами мужики с косами да бабы с граблями всех козел избавил вот и сказочке конец а кто слушал молодец итак возвращаемся к поставленным вопросам проводим с детьми беседу и мы выясняем что этот глиняный парень все-таки не стал сыном потому что быть сыном это означает заботиться о своей семье любить ее относиться с уважением всегда прибегать к взаимовыручке быть помощником и вот на этом этапе работы с мультипликационным фильмом уместно будет предложить обучающимся такой небольшой словарик прилагательных синонимов которые они могут использовать если у вас обучающиеся достаточно с высоким уровнем развития то можно брать не только синонимы которые будут отражать личностные качества глиняного парня но и добавить сюда какие-то лишние не характерные для него и в ходе беседы мы выходим на следующий вывод что глиняный парень он не стал сыном он был безжалостным жестоким бессердечным бесчувственным да нечутким и бездушным и вот это задание когда мы предлагали обучающимся перечислить его поступки они как раз и будут иллюстрировать практически каждое прилагательное в этом мини словарике да и есть еще обратная сторона поступках которые совершал глиняный парень его тоже личностные качества это как алчность ненасытность обжорливость да хищность жадность если вы знаете что дети у вас хорошо понимают скрытые смыслы переносные значения то можно в такие словари включать даже и фразеологизм пословицы поговорки вот здесь я включила фразеологизм зимой снегу не выпросишь огня взаимы не выпросишь и так далее то есть можно тоже расширять словарный запас обучающихся предлагая фразеологизм пословицы или поговорки благодаря сказке мы выходим на задание и используем метод личных аналогий ни в коем случае нельзя нарушать последовательность то есть сначала идет личная аналогия затем идет прямая аналогия и завершает все это символическая аналогия точно так же как вам иллюстративно это показывала Вега Вадимовна на примере дошкольного общего образования что здесь очень важно здесь важно не просто понять проблему да а вот так вот проработав предыдущее задание мы уже уверены что дети поняли да экономия воды это очень важно на самом деле для жизнедеятельности каждого человека но еще и нам важно чтобы они почувствовали как они влияют на окружающую среду вот в частности своим потреблением воды и как окружающая среда влияет на нас хочу здесь процитировать высказывание Ривкина про личностную аналогию он говорил если бы я был гайкой то в каком месте комфортабельного автомобиля я бы мог находиться вот примерно такова у нас задача когда мы работаем с личными аналогиями именно на этом этапе итак первый вопрос для того чтобы ребенка да вот поместить в гущу этих событий как ты проявляешь заботу о своей семье в течение дня можно сначала просто предложить чтобы дети ответили на этот вопрос а затем опять их вернуть в тот же самый режим дня школьника с которым они уже работали но попробовать проанализировать где есть место для проявления заботы и что может быть заботой что считать будем заботы друг о друге так подъем зарядка есть ли место для проявления заботы да конечно я могу встать и заправить постель чтобы у мамы было время для другого какого-то дела я встану заправлю постель и могу еще поднять свою сестренку или братишку или я могу пойти и прогуляться со своей например собачкой гигиенические процедуры есть ли место для заботы конечно я здесь не только помогу сестренке братишке и сам умоюсь но я еще и буду в этот момент помнить что оказывается очень много воды выливается зря нами это у нас из предыдущих этапов ребенку было уже понятно и поэтому что я могу сделать я могу закрывать воду когда я очищу зубы чтобы она зря не лилась зачем я это делаю я помогаю маме экономить зачем я экономлю это же кажется не забота забота маме придется меньше денег тратить на оплату воды она тогда сможет меньше работать не будет уставать сможет заняться семьей мной самим ребенком и так далее то есть ход рассуждений может быть разный но суть работы вот здесь с режимом дня такова что забота это как раз таки экономия такие взаимообратные ценности в данном моменте работы также можно пройтись и дальше по режиму дня до конца и найти место для проявления заботы и оно будет как вы поняли у нас в двух направлениях я действительно забочусь я помогаю и второе я тоже забочусь я помогаю экономить два таких новых ракурса есть ли приборы учета воды конечно уместно здесь будет вопрос зачем они ну чаще всего дети говорят ну чтобы мы знали сколько мы тратим для того чтобы экономили только для экономии оплаты и мы опять выходим на то что когда мы экономим этот ресурс в воду то мы заботимся о своих близких им не нужно зря работать им не нужно зря тратить деньги то есть мы переворачиваем обратную сторону медали с экономией на заботу а давайте с вами придумаем смыслы символы извините которые помогут нам договориться о добрых делах вон сколько у нас много получилось в течение одного только дня вот возможно дети будут предлагать какие-то свои символы которые даже не существуют может быть они вспомнят образы из мультфильмов из каких-то передач других средств массовой информации это тоже можно взять если дети сложно выходят на выполнение этого задания тогда мы им предлагаем посмотреть мультфильм какой герой мультфильма по произведению Корнея Чковского заставляет мальчика следить за чистотой предлагаем посмотреть этот мультфильм я вам тоже предлагаю посмотреть фрагмент этого мультипликационного фильма Вдруг из маминой из спальни кривоногой и хромой выступает умывальник и качает головой ах ты гадки ах ты грязный неумытый поросенок ты чернеет трубочиста полюбуйся на себя у тебя на шее бакса у тебя под носом клякса у тебя такие руки что сбежали даже брюки даже брюки даже брюки убежали от тебя рано утром на рассвете умываются и котята и утята и жучки и паучки ты покинь умывался и грязнолью остался коллеги возвращаемся к вопросу что может быть символом добрых дел посмотрев мультфильм дети могут предложить еще раз говорю абсолютно любые варианты или из мультипликационного фильма или придумать собственные самое простое и самое элементарное что сразу приходит в голову это конечно же образ самого майдатыра это у нас будет символом чистоты и заботы друг о друге и еще один интересный момент мы нашли в качестве символа выбрали щуку из мультфильма падал прошлогодний снег предлагаю посмотреть этот небольшой фрагмент тетенька отпустите меня я волшебное слово знаю пожалуйста это уважаемые коллеги обратили внимание он очень коротенький самое важное здесь было это счетчик в глазах у щеки и следующее что мы делаем это спрашиваем у детей как вы думаете а что может символизировать щука почему у нее в глазах мелькают цифры и конечно же дети скажут она считает а что она считать может у нас тема у нас вода и конечно они скажут щука у нас будет обозначать символ который считает рациональный расход воды можно использовать кроме предыдущего мультипликационного фильма еще и мультфильм козленок который умел считать до 10 посмотрите пожалуйста фрагмент этого мультипликационного фильма и подумайте что он может символизировать почему именно его выбрали для работы со смыслом зеленой аксиомы на помощь парусник тонет кто из вас умеет считать я умею тогда пересчитай всех нас скорее парусник может выдержать только 10 10 пассажиров это я два это я три это я четыре это я пять это конь совершенно верно 6 это я 7 это кот 8 это пес 9 это баран 10 это капитан гус ура ура козелку итак уважаемые коллеги возвращаемся к вопросу почему именно этот мультфильм выбран и что может быть символом самое главное идея мультипликационного фильма это то что благодаря тому что козленок умел считать до 10 он по сути дела спас жизни всем если бы пассажиров было больше 10 то тогда бы корабль со всеми пассажирами просто утонул поэтому этот мультфильм нам показывает да действительно в жизни очень важно уметь считать в том числе и потребляемую нами воду итак после того как мы с вами нашли личные аналогии в том числе и через мультипликационные фильмы мы переходим с вами к прямой аналогии прямая аналогия авиага вадима уже про нее говорила она направлена на поиск в окружающем мире внешних структурных или функциональных аналогов это могут быть следующие задания в нашей ситуации можно начать с вопроса а есть ли в нашей реальной жизни глиняные парни по отношению к воде или по отношению к другим природным ресурсам какие поступки они совершают какие примеры можете привести что они делают можно дать задание посложнее оно на слайде выделено с красным цветом продолжите цепочку воздух для человека это жизнь а вода тогда что следующий этап это символическая аналогия она не может быть совершенно иной по символам и отличаться от содержания первого этапа когда мы говорили про предмечивание и работали с текстом следующего этапа когда мы использовали личные аналогии там все эти образы у нас уже сформировались и задача этого этапа еще раз их вытянуть и акцентировать на этом внимание это могут быть задания нарисую картинку придумай подбери образ и так далее и вот конкретно для нашей зеленой аксиомы сформулированы и подобраны следующие образы первое нарисуй картинку к выражению вода это жизнь нужно чтобы ребенок это делал индивидуально с правой стороны вы видите ведро заплат когда придумай картинки названия еще одно переосмысление пошло далее мы смотрим придумай подбери образ но здесь мы будем использовать подбери напоминающий что нужно быть чистым опрятным аккуратным соблюдать чистоту и конечно здесь сразу дети скажут это образ майдадыра если были свои образы какие-то индивидуальные придуманные они тоже сюда добавляются на этом этапе и фиксируются подбери образ напоминающий что нужно быть экономным заботиться о том чтобы всем хватило воды это у нас будет образ глиняного парня я бы сказала как противоположный потому что в моменте обсуждения какой он был коллеги я забыла поставить акцент на то что конечно он настолько был безразмерен в своих желаниях что он проглотил самых близких ему людей он съел своих родителей и дальше он уже кушал не только для того чтобы расти и жить а он просто стал ненасытным и все вокруг съел поэтому тут образ идет от противного можно взять глиняного парня и как дети всегда легко предлагают зачеркнуть двумя красными чертами что означает запрет нельзя быть таким похожим на него и последнее да а вот кстати про последнее я это и сказала а придумая образ чтобы нужно было быть экономным и заботиться о том чтобы всем хватило воды прошу прощения перескочила это конечно может быть образ щуки где в глазах счетчик идет это может быть какая-то картинка фрагмента может быть просто изображение козленка который умел считать а возможно дети предложат вариант что это будет амбак или счеты или счетчик который стоит дома и помогает нам видеть расход воды и света или какие-то другие образы которые навеяли навеяны были нашей работой с ними это тоже все приемлемо но самое главное мы еще не подошли к концу это конечно же нужно завершить всю работу с опредмечиванием зеленой аксиомой правилами действия для себя раскрывающим смысл нашей зеленой аксиомы напоминаю вам считать и экономить ресурсы искать смысл жизни неопотребления в начальной школе на первых порах можно использовать метод неоконченных предложений и дети тогда должны будут закончить фразу я буду я могу но эти правила должны быть очень конкретные то есть старайтесь уточнять те правила которые дети вам предлагают и конкретизировать ну например как правило очень часто они говорят после всей этой работы я буду экономить воду это очень обобщенно такое правило принимать нельзя нужно его расшифровать как я буду экономить воду например я буду наливать воду в стаканчик когда я чищу зубы я буду сам всегда закрывать кран и проверять его и буду еще следить чтобы мой младший брат или сестренка тоже всегда закрывали кран например я могу маме помогать мыть посуду я буду мыть посуду например в тазике сначала а потом буду все сразу ополаскивать а не под краном с открытой водой то есть эти правила обязательно должны идти от первого лица я буду и носить очень очень конкретный смысл да правила действия для себя их можно записывать их можно проговаривать устно их можно оформить в виде какой-то книжки малышки использовать другие жанры пожалуйста здесь творчество ваше и детское абсолютно ничем не ограничено если только временными рамками так и мы с вами коллеги переходим к основному общему образованию построенными на других ключевых противоречиях они выделены красным цветом когда у нас все-таки во главу угла должно встать не собственные должны встать не собственные желания а у нас во главу угла должны встать интересы живой природы дикой природы и преобладать над нашими личными желаниями итак аксиома у нас осталась та же самая считать и экономить ресурсы искать смыслы жизни не в потребительстве рассмотрим мы это на примере учебника биологии пятого класса автор Лешаков случайно так совпало параграф 29 жизнь под угрозой итак первый шаг идет точно такой же это работа с текстом предметный уровень итак смотрим какие задания могут быть предложены там у нас начальная школа здесь у нас основная школа уровень сложности заданий может отличаться в том числе и в части работы с текстом но первое и главное правило у нас осталось после прочтения обязательно с детьми проводим беседу о чем рассказывается в тексте они нам определяют тему текста и идею данного текста обратите внимание на второе задание прочитать текст изучающим чтением с маркировкой выделяя два уровня информации фактуальную и концептуальную хочу обратить ваше внимание что работа в рамках образования для устойчивого развития позволяет нам достигнуть не только личностных универсальных учебных действий но и предметных я на этом акцентировала внимание когда мы работали с текстом для начальной школы но она еще и позволяет нам достичь мета предметных результатов и вот здесь вы как раз видите планируемые результаты федерального государственного образовательного стандарта для пятых девятых классов которые от нас требуют обучить каждого ребеночка читать текст изучающим чтением поэтому у нас такой двойной эффект получается и в плане качества предметных результатов и в достижении мета предметных результатов и так текст у нас такой почему же исчезают живые существа самый общий ответ из-за нарастающего воздействия человека на природу это воздействие проявляется в основном в двух формах прямое истребление организмов того или иного вида например сбор мукетов охота рыбная ловля и уничтожение мест пригодных для жизни вида загрязнение природных вод вырубка лесов распашка степей надо ли удивляться что многие организмы исчезают или становятся редкими если ежегодно люди уничтожают или вылавливают к примеру до двух миллионов черепах до семи миллионов крокодилов десятки миллионов ящериц сотни миллионов лягушек не говоря уже о рыбах птицах зверях цели тут самые разные получить мясо шкуру кожу красивый панцирь продать живьем за большие деньги и так далее но результат один объединение живой природы земли здесь тоже опять нам важно сами понимать в рамках каких противоречий мы будем работать с этой аксиомой отсюда у нас будет стоять и педагогическая задача что нам нужно выявить в тексте проанализировать параграф его Плешакова замечательно прямо выделено жирным шрифтом на что мы акцентировать будем внимание это напрямое истребление организма или того или иного вида потому что здесь такие примеры которые все поступки такие все делали и цветы рвали и охотой кто-то занимался рыбной ловлей и так далее и второе направление это уничтожение мест звучит очень глобально но на самом деле загрязнение природных вод в этом мы тоже принимаем непосредственное участие когда выходим на природу отдыхать походы и так далее потому как это не только масштабы сельского хозяйства здесь представлены и так двигаемся коллеги дальше для того чтобы проработать нам материал текста следующее задание можно предложить придумать обучающимся толстые и тонкие вопросы это я взяла прием из технологии развития критического мышления для чтения и письма следующий шаг это уже задание для нас для педагогов придумать задание или вопрос которые помогут привести примеры прямого истребления вот оно первое направление в тексте содержательная линия и уничтожение мест пригодных для обитания живых существ им самим то есть ребенком его близкими какое это может быть задание это вам вопрос на размышления задание на размышления после того как проговорили обращаемся к фотографии это не из параграфа учебника это дополнительный материал я вам предлагаю подумать каким образом она поможет нам раскрыть смысл зеленой аксиомы считать и экономить ресурсы поэтому для начала конечно нужно же вместе с детьми очень внимательно рассмотреть данную фотографию сделаю небольшую паузу чтобы вы тоже успели ее рассмотреть и тогда станет понятно какие могут быть задания во первых мы обращаем внимание что все участники этого похода сидят на пеньках все пеньки свеже срубленные палатки размещены по всей полянке на кострище используются тоже срубленные ветки и стволы и так далее то есть мы подводим детей к мысли о том что обеспечивая свой досуг свой отдых на природе мы не всегда думаем о том а каково в этот момент природе нам там замечательно комфортно мы поем песни у костра а что происходит с окружающим и нужно ли было срубать столько деревьев для того чтобы провести несколько дней на отдыхе это уже совсем другой ракурс смысла двигаемся коллеги к заданию номер 1.6 красным цветом выделены вопросы которые я уже сформулирована ваша задача осмыслить каким образом они повлияют на понимание смысла зеленые аксиомы истреблять уничтожать как вы строите свой маршрут о чем примерно может идти речь с детьми чаще всего в походы да на какой-то кратковременный отдых в лес на полянку мы двигаемся вообще не выстраивая свой маршрут для чего нужно строить маршрут где он должен проходить следует ли пролагать новый маршрут если уже есть в лесу тропинки протоптанные человека почему важно ходить по этим тропинкам то есть мы подводим детей к мысли о том что там где нетронутые полянки нет тропинок то там есть и другие обитатели которых мы не всегда замечаем и видим но когда мы двигаемся по маршруту новому мы наносим им вред мы их просто уничтожаем даже не замечая причем здесь вопрос по припасам которые мы берем с собой это продукты питания и вода насколько нужно брать такое количество которое мы берем в лес в поход на экскурсию на прогулку оправдано ли оно почему не нужно брать такого количества выстраиваем такую цепочку причин следственной связи конечно мы перейдем и к вопросу подойдем вернее к выводу о том что не всегда все что мы берем в том числе припасы еда оснащение оно востребовано что тогда происходит в конце нашего замечательного похода с продуктами которые мы не успели даже употребить что мы делаем с упаковкой в которой у нас там были вещи провиант вода напитки и так далее как мы выбирали место для костра почему это важно делать в этом направлении работы мне очень нравится конкурс путешествуем без экологического следа и этот конкурс не только проведен в рамках сетевого партнерства у нас но он вообще носит международный характер и вот там прежде чем обучающиеся отправляются даже в двухчасовой какой-то поход прогулку по лесу они в течение учебного года выполняют мини-проект в рамках которого как раз они простраивают маршрут для того чтобы нанести как можно меньше вреда окружающей природе они просчитывают какое количество провиантов воды напитков требуется взять чтобы не было ничего лишнего да но и в то же время чтобы было достаточно какую следует взять одежду нужно ли для этого покупать новую одежду или достаточно у себя поискать отвечающую определенным требованиям для того чтобы было в лесу комфортно тепло и сухо и так далее и тогда конечно выходя на такие прогулки дети уже осознанно готовятся к ним и понимают что с одной стороны да они себе обеспечивают хороший отдых на природе а с другой стороны они как раз таки этой окружающей среде и не приносят никакого вреда какой может быть последний вопрос на этом слайдике которым завершается работа с обучающимися по данной фотографии это вывод который нужно сделать по работе с текстом и конечно мы выходим с вами на прямое истребление и уничтожение места что оказывается человек иногда действительно по необходимости а иногда из-за собственного незнания может принести вред окружающей среде для того чтобы вот как нашей данной конкретной ситуации просто хорошо провести время на природе так выходим на следующий второй этап мы закончили с вами работу с предметным уровнем это текст или параграф учебника и мы выходим на метод личных аналогий напоминаю что суть заданий в том чтобы увидеть помочь ребенку увидеть как он влияет на окружающую среду и как окружающая среда влияет на него как она откликается на все наши действия и проводим такую личную аналогию по вопросам ты проводишь уборку дома то есть там у нас была мысль после похода что нужно все-таки оставить чистое место ключевая мысль была теперь ты проводишь уборку дома а как часто а зачем ты это делаешь нравится ли тебе это делать ну будут я думаю будут такие ответы когда обучающиеся скажут что я не люблю проводить уборку да я понимаю что она нужна для того чтобы было чисто это полезно для здоровья мы уничтожаем там микробы и так далее но часть детей однозначно не любит делать уборку такие ответы будут нам нужно это учесть в дальнейшей работе да но мы наводим порядок наводим чистоту только ли в своем доме и здесь пойдет конечно же опыт детей это они могут сказать примеры в гараже кто-то с папой там наводил порядок или с дедушкой у кого-то возможно есть личное подворье а у кого-то какие-то еще хозяйственные пристройки возможно у кого-то есть какие-то летние там беседки веранды и так далее да важно здесь обратить внимание почему мы всегда во всем что нас окружает где мы живем проводим досуг почему очень важно наводить порядок проводить уборку вот на этом акцентируем внимание и переходим к мысли возвращаемся да возможно к ответам детей которые сказали да я люблю делать уборку а почему ты любишь делать уборку и прослушать несколько детей опыт почему это происходит а затем предложить посмотреть мультипликационный фильм старый наш хорошо известный называется ох и ах и предложить ответить обучающимся на вопросы почему удалось быстро навести чистоту и порядок и второе подумать какой символ может быть из мультфильма может быть вы придумаете сами будет у нас олицетворять заботу комфорт веселье дружбу уют удовлетворение и так далее сейчас коллеги я вам тоже предлагаю посмотреть фрагмент мультипликационного фильма ух и ах и вернуться к нашим вопросам ой ой Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! У-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-г-ж-ж-ж-ж! Итак, коллеги, возвращаемся к нашим вопросам. Когда приятно заниматься уборкой? Когда мы вместе, когда дружно, когда вся семья, когда у каждого есть собственное распределенное задание, которое он выполняет в ходе уборки, тогда получается быстрее, дружно, качественнее и так далее. То есть это максимальное содержание, которое мы можем проанализировать на основе мультипликационного фильма. Напоминаю, вторая часть задания нужно было подумать, а что может быть символом этой заботы, дружбы, комфорта. Дети могут предлагать собственные варианты, могут высказывать идеи, навеянные мультипликационным фильмом. Из этого мультипликационного фильма я взяла следующий образ. Это прямо кадр из мультипликационного фильма «Зонтики, висящие у входа». Для меня они символ, который олицетворяет заботу, комфорт, веселье, дружбу. Можно поговорить по этому кадру, в каком плане. Зонтики у нас висят около двери. С этой стороны, раз мы видим зонтики, это значит, что был дождик. Возможно, что на улице у нас лякоть, грязь была. Но она уже закончилась, и об этом нам говорит разноцветная радуга. На втором плане данного кадра. Зонтики нам еще о чем рассказывают? Могут они нам рассказать, сколько друзей пришло помогать в уборке оху? Да, можно прямо посчитать. Чем больше зонтиков мы увидим, тем больше друзей, значит, находятся в домике и помогают своему другу. То есть это некая такая граница между чистотой и тем беспорядком, который творится внутри дома. Могут быть другие символы абсолютно. Они все тоже принимаются. Это их личная будет ассоциация. Продолжаем рассматривать всю ту же смысловую линию и помогаем ребенку осознавать, как он влияет на окружающую среду, а среда влияет на него. Мы с вами говорили об уборках, которые мы проводим дома, в гараже, на веранде, в своем подворье, может быть в домиках у домашних питомцев и так далее. Теперь мы переходим на масштабы уже побольше и начинаем выяснять, а для чего в городе проводятся уборки, проводятся ли они. Здесь в скобочках перечислены акции, субботники и так далее. То есть вы будете ориентироваться по тем мероприятиям, которые есть у вас, какие-то существующие традиции по приведению города или поселка в порядок. Поэтому здесь, конечно, будут вариации. Обратите внимание на конец формулировки вопроса. По восстановлению мест обитания живых существ. То есть оказывается, когда мы наводим порядок, мы делаем уборку. Мы не просто все приводим к чистоте, для того, чтобы было комфортно и мы были здоровы. Но вот эти наши действия способствуют тому, что мы восстанавливаем места обитания, которые сами же собственными действиями уничтожили когда-то, возможно, необдуманными поступками. Кто проводит эти акции? И здесь очень важно, чтобы у ребенка появилось осознание, если он там не участвовал, то появилось бы осознание, что он тоже может принять участие в каком-то субботнике или акции по наведению порядка и чистоты. Обязательно нужно обращаться к эмоциональному ощущению, состоянию души, что называется. Нравится ли вам после того, как вы сделали уборку в своей комнате, в своем дворе, около дома или территории около школы, пришкольный участок или какая-то другая территория, где они, возможно, были очевидцем или участником. То есть обязательно обращаемся к этому эмоциональному восприятию, чтобы оно зафиксировалось в сознании ребенка. Возможно ли только уборками очищать город, улицу, пришкольный участок, пришкольную территорию? Здесь это очень близко и понятно. Помогают ли уборки, которые мы проводим? Как правило, мы очень проводим. Весной там у нас идут традиционно два субботника. Почему они не помогают? От чего это происходит? От того, что мы сами мусорим. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. В данном случае должно быть таким лейтмотивом в данном содержании работы. Здесь мы актуализируем знания детей о каких-то очистных сооружениях. Возможно, есть еще какие-то предприятия и организации, которые тоже занимаются восстановлением мест обитания живых существ. И вот здесь максимальную информацию, которую владеют дети, конечно, нужно же постараться с помощью различных вопросов и заданий наружу вытащить. Следующее, после того, как мы с ними поговорили и выяснили, что от количества проведенных уборок не зависит чистота, не зависит наша комфортность, комфортность окружающего нас мира, мы предлагаем им рассмотреть вот такие замечательные цветы. Рябчик малый, как вы поняли, он получил свое название по пятнистой окраске. Тюльпан, разновидность тюльпана, да, кандык сибирский, касатик приземистый. Мы предлагаем рассмотреть эти цветы и спрашиваем у детей, кто любит цветы. Ну, как правило, все любят цветы, девочки, мальчики, ну, может быть, кому-то кто-то не любит. Но большая часть скажет, да, мы любим цветы. А кто из вас маме приносил букеты? Тоже будет в лес рук, которые приносил букеты или просто отдельные цветочки. Скажите, а вот вы в лесу, в поле, на полянке где-то собирали маме букеты? Собирали. А вот эти или похожие цветы собирали? Собирали, отвечают дети. Уже коллеги, надеюсь, поняли, да, к чему мы вели этот разговор. К тому, что очень часто мы не задумываемся, нужно ли срывать цветы в таком количестве, в каком мы рвем. Или очень категорично поставить вопрос, можно ли вообще их срывать. Потому что на предыдущем слайде это были цветы из Красной книги Кемеровской области. Вы можете взять свои какие-то исчезающие виды растений, да. И следующее, что мы предлагаем сделать, это посмотреть вместе с детьми отрывок из мультипликационного фильма «Как дед великое равновесие нарушил». Я вам предлагаю его тоже сейчас посмотреть. Сидит старик, чай пьет. Не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова, здорово говорит друг. Ты, сова, отчаянный голова, уш торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг? Улетела сова в лес, забралась в дуб. Никуда из дупла не летит. Ночь пришла. Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уш торчком, нос крючком. Не видать, не слыхать. Не видать совы, не слыхать совы, нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье. Девушки отдыхают. О-о-о, старик, гляди, кабы худо не вышло. Мы ж-то, говорят, на охоту пошли. А, пускай идут, чай, мыши, не волки, не зарежут тёлки. Ах, была б корова здорова, остальное трынь трава. О-о-о, старик, гляди, кабы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись. А, пускай летят. Что от них толку? Ни мёду, ни воску, волдыри только. Хо-хо-хо, старик, гляди, кабы хуже не вышло. Не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок переносить. А, ничего, и без шмелей обойдёмся, а цветень и ветер разнесёт. Хо-хо-хо, старик, оттого корова твоя мучит, что клеверу просит. А клевер на лугу не родится. А клевер на лугу не родится. Разбавлять. Нечем стало старику чай белить. Итак, коллеги, возвращаемся к заданию. То есть нам требуются вопросы или задания для обучающихся, обучающихся, прошу прощения, с помощью которых они бы поняли, да, почему случилось так, что корова у деда перестала давать молоко. Кто в этом виноват? Что произошло? Да, установить причинно-следственную связь. То есть, почему перестал расти клевер? От этого факта мы строим вопросы и задания, чтобы они увидели, как нарушилась пищевая цепочка, благодаря одному, казалось бы, незначительному такому поступку дедушки, который просто взял и выгнал сову со своего поля, на котором позвалась его корова. И тогда в ходе анализа мы с вами выходим на прямые аналогии. На прямые аналогии, потому как вывод по мультипликационному фильму, как где-то великое равновесие нарушил, у нас будет звучать примерно так, да, что всё в мире взаимосвязано и друг с другом, да, и нарушая какое-то одно звено, мы нарушаем всю цепочку. Двигаемся дальше на прямую аналогию. Можно подвести детей к ней с помощью следующей сказки. «Сказка про двух жадных медвежат». После того, как дети просмотрят сказку, можно предложить им вариант работы не с вопросами, как мы это делали с произведением про Глениного парня, а предложить написать им Синквен, причём про любого из участников. Там всего три у нас действующих лица. Это два медвежонка и лиса. Правила Синквена вы, надеюсь, знаете. Суть этой работы в чём? По циферке 2, когда дети начинают отыскивать прилагательные, раскрывающие их личностные качества, они начинают задумываться о тех поступках и последствиях, которые совершили эти медвежата. Сейчас вам предлагаю посмотреть эту сказку. «Симфен, вот теперь давай делить!» «А как его делить?» «Как пополам!» «А как пополам делить!» «Ты дели в мою сторону!» Нет. Лучше давай мерить с этого бока. Ляп, гляди сюда. Это что? Тень. Чья? Моё. Что-то новое дело. У меня одна тень, а у тебя две. Почему дверь? Просто дверь, дверь. Добрый день. Я вижу, у вас не девица. Помочь? У тебя без дырки, а мне с дыркой. Досталось. Ну, в этой беде легко помочь. Пожалуйста. Ой, у меня меньше, чем утёха. Вон на сколько. Да. Это можно подровнять. Эх, сколько отъели, нечестно. Что ж, я за справедливость. Восемь. Раскри support. Восемь. Толь. У него теперь вон на сколько больше. А обещали пополам. Надо уравнять. А теперь у меня меньше, чем у него. Правильно. Вот. Пока на земле не выведутся глупость и жадность, нам, лисам, жить можно. Итак, уважаемые коллеги. Возвращаемся к мультфильму про двух жадных медвежат. И здесь очень важно, конечно, что дети написали в качестве темы Синквейна по циферке 1, где одно существительное. Отсюда у нас пойдет и анализ данного произведения. Но после того, как мы проверили Синквейна у детей, мы с вами выходим на следующее задание, которое основано на эмпатии. Нужно погрузить обучающихся в атмосферу этого мультипликационного фильма, предложив примерно такие задания. Представь, что ты очутился в данном мультипликационном фильме. Подумайте, в какой именно кадре мультипликационного фильма вы очутились. Ну и дети это все вам рассказывают. Как вы себя повели бы на месте медвежонка? Что вы чувствовали, когда вы там очутились? О чем думали? Или что переживали? Здесь очень важно, чтобы были варианты ответов, когда дети побывали бы в разных кадрах мультфильма, в разных эпизодах. И сразу тогда очень хорошо видно, как медвежата относятся к друг другу. Каждый из них все время наблюдает, как бы другому не досталось больше. То есть они оба жадные, они оба не заботятся друг о друге. Они думают только лишь о том, чтобы именно ему лично достался самый большой кусок сыра. Выходим именно на анализ таких их поступков. После анализа двух медвежат, когда мы пришли к выводу, что нельзя быть таким жадным, если ты будешь жадным, как эти два медвежонка, то тогда ты останешься просто ни с чем. И мы выходим на символическую аналогию, когда предлагаем для ребятишек задание такого типа. Придумай, обозначь, нарисуй, выбери цвет. И так как это у нас уже пятиклассники, могут быть шестой, седьмой и так далее обучающиеся классов, то можно брать в работу фразеологизмы. Здесь видите как раз пример 4.1, где мы предлагаем школьникам обозначить картинкой, символом, рисунком или еще как-то одно из выражений. То есть выражения они выбирают себе сами. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сам себе во всю меру знай. Что сегодня сбережешь, завтра пригодится. Не деньги, богатство. Бережливость да разум как аукнется, так и откликнется. И опять, коллеги, напоминаю, что эти символы, они у нас связаны с этапами работы с текстом, с личными аналогиями и с прямыми аналогиями. И если возвращаться к мультипликационным фильмам, то как раз таки сова из мультфильма «Как дед великое равновесие нарушил» у нас будет и обозначать, да и символизировать следующее выражение. Что во всем нужно знать меру, что в природе и в окружающем мире все взаимосвязано. Заключительный этап после этого символической аналогии это, конечно же, опять формулирование правил действия. Еще раз акцентирую коллеги внимание, что они все идут от первого лица и должны носить очень конкретный характер. Уважаемые коллеги, вот на сегодня, пожалуй, все, что хотелось вам сообщить. Всего доброго, спасибо за внимание.